Привет-привет! Мы в Самаре на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Сегодня в Самаре дождливый день, но этот день для наших спортсменов тренировочный. Посмотрим на их тренировки и, конечно же, пообщаемся с нашими звездами. Продолжение следует... Здравствуйте, Лиза и Егор. Я сегодня наблюдал за вашей тренировкой, на которой у тебя, прямо скажем, не все было гладко. Скажи, к твоему приезду не подготовили лед? Нет, все отлично, организация здорово, все классно, просто вот иногда случаются такие небольшие нюансики. Ваши основные задачи на этот старт в Сочи? Были ошибка в обоих танцах? У нас были ошибки, но именно по нашему прогрессу мы в Сочи катались достаточно хорошо. Сейчас этот прогресс надо улучшить. Мы много работали над элементами, мы много работали над презентацией танца, поэтому на этот турнир задача кататься без ошибок и еще лучше, чем в Сочи. Кататься для зрителей, для судей, для себя, для тренеров, для всех прокататься, а не просто сделать работу. Расскажи, что ты почувствовал, когда ступил на родную землю? В данный момент ничего, потому что соревнования главнее всего. Я приехал на соревнования, а не домой. Сердечко не ёкнуло? Нет. Школа Коноплева футбольная, Тольяттинская лада хоккейная, АвтоВАЗ, и ты стал танцором в Тольятти. Расскажи, как это произошло? Опасно, мне кажется, стать танцором в Тольятти. Олег Иванович набирал группу маленьких детей в танцы на льду, и я где-то там швартовался в одиночную, и родители решили попробовать отдать меня в танцы. А был ли у тебя когда-нибудь шанс, что ты окажешься работником заводом АвтоВАЗ? Шесть лет, наверное, был, когда мама отдавала меня в танцы. Если бы не отдала, наверное, бы. Лиза, я знаю, что ты собираешься сдавать на права. О, да. Какую бы ты выбрала ладу? Спортивная, да? Веста-спорт. Веста-спорт, заниженная. Ты болеешь за самарские крылья светов? Нет. Не болеешь? Нет. Ты знаешь, что тебя проклянут в Самарской области после этого интервью? Нет. Не знаю. Я не болею ни за ладу, ни за хоккей, ни за футбол, ни за крылья советов, потому что за меня, как будто бы, не очень сильно болеют с Лизой. А надо больше, тогда я вас буду поддерживать. Заглянем на 10-15 лет вперед. Представляешь себя в Самаре или в Тольятти? Хочу быть мэром Тольятти. Да, это прям цель? Ну, так пока говорю. То есть ты прям хочешь жить в Тольятти? Нет, это я мэром хочу побыть, сделать город лучше, а потом обратно. Ну что, ребят, тогда я желаю вам удачи. Идите к своей цели, отбирайтесь в финал первой пары, а я буду следить и болеть за вас. Субтитры сделал DimaTorzok Соня, привет. Здравствуйте. Самый важный вопрос назрел. Где собака? Я ее не сделала. Ну, я решила, я подумала, что не очень мне было с ней удобно. Как бы прикольно, что маленький такой дружок с тобой, но не очень удобно. Ты постоянно все-таки думаешь и не отвлекаешься, и это, возможно, меня избило в первый день в короткой программе. Ну, я решила, что лучше я поскучаю в два дня, а потом приеду. В чем была причина? Как ты думаешь, ты для себя анализировала или просто постаралась забыть? Ну, я сначала постаралась проанализировать, как-то особых причин не нашла и постаралась забыть. Забыть ту Соню Суводелкину, потому что там было две разных. Ну, совсем, да. В первый день и во второй. И это было прямо и зрительно тоже видно. Да. Ну, какие планы на этот турнир? Ну, хочется, конечно, хорошо откатать обе программы, не только произвольную, а и короткую. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Чтобы ты откатала чисто две программы. Продолжение следует... Саша, Дима, привет. Вы выступали первый раз в Сочи, где вы уверенно победили, но тем не менее были ошибки. Что вы предприняли для того, чтобы нивелировать их? Мы уже стали в таком полноценном объеме накатывать наши программы. То есть, если до этого момента мы все равно проходили некий восстановительный процесс, и поэтому были вынуждены как бы выбирать моменты ближе к соревнованиям, когда мы будем катать наши программы в целиком, в таком, в целом формате. Сейчас же мы уже делаем это абсолютно системой, нормой. Катаем постоянно, катаем очень много. И продолжаем интенсивно набирать форму, и главное, сохранять свое здоровье. Чтобы прокаты для нас не были чем-то таким особенным. То есть, чтобы это был ежедневный процесс. Чтобы это не было стрессом. Да. Увидим ли мы ваш ультра-Си, который все болельщики ваши очень ждут? Мы сами, на самом деле, уже ждем момент, когда мы его достойно покажем. Но я не могу пока сказать с уверенностью, будет он исполнен в произвольной программе или нет. Поскольку мы хотим зайти и этот элемент сделать. А не сделать что-то, какое-то подобие попытки. Попробовать мороженое в мороженец, скажем так. Да, мы хотим выйти и продемонстрировать, что этот элемент полноценно наш, что он у нас готов, и что мы можем его демонстрировать стабильно. Что это не разовая акция. И на самом деле, я думаю, что уже непосредственно решение мы примем в день произвольный. У меня еще один вопрос, который меня очень интересует. Как у вас происходит выбор тренера, кто с вами едет? Мы привыкли работать как с Тамарой Николаевной, так и с Артуром Леонидовичем. Поэтому какого-то такого прямого значения для нас это, конечно, не имеет. Мы ценим как одного специалиста, так и второго. Поэтому они уже отталкиваются и от своих каких-то личных дел. А вы, получается, вы абсолютно независимые спортсмены? Ну, мы стараемся такими быть. Мы стараемся. Потому что Тамара Николаевна, у нее помимо фигурного катания, есть еще огромное количество других дел, которым она уделяет колоссальное внимание. И мы уважаем ее стремление, можно сказать, быть везде. Я вас больше не смею задерживать, потому что постарайтесь успеть на автобус. Ну и удачи на соревнованиях. Спасибо. Парни, привет! Привет! Рад вас приветствовать. Самарин, и что вы вынесли для себя на первом своем этапе? Я вынес третье место. Ты забрал у меня ответ. Я вынес чуть меньше 500 тысяч рублей. И первое место. Ты, я помню, сдох. Да. Очень сильно устал. И с трудом докатал свою произвольную программу. Может быть, на это обратил внимание? Обратил. Но изменилось ли что-то, мы узнаем в воскресенье. Какие планы? В финал попадаем? Да попадаем, конечно, куда денемся. Мы что, просто так работали, что ли? Мы очень хорошо работали. Многое, продуктивно. Держим мы крестики и кулачки за то, чтобы это показать завтра и послезавтра. Вы смотрите за своими друзьями из команды Жени Руковицына? Следите, поддерживайте, может, переписывайтесь. Макару хочется пожелать сейчас, ну, сил и настроя на следующий свой этап, а Диму поздравить с успешным выполнением первой части сезона. И очень радостно, что эти два старта он провел хорошо. Оба выиграл. Получается, теперь заочное противостояние у тебя с ним. Он мой друг, поэтому... Ну, дружба с дружбой, но... Может, это чисто спортивная, но... Да, соперничество, но ты держишь это в голове, чтобы быть в рейтинге первым? Любой спортсмен хочет быть первым. Нет, не держу это мысль. Спасибо, удачи вам. Спасибо большое. Вот таким был этот тренировочный день здесь, в Самаре, на пятом этапе Гран-при России. Уже совсем скоро ребята выйдут на лед со своими короткими программами. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Максим Траньков. Смотрите трансляции на первом.